Всем привет, меня зовут Скрэйч, и мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня со мной Родион. Всем привет. И это новый крутой выпуск на канале. Погнали. Погнали. В общем-то, ребят, сегодня мы с Родионом будем создавать нечто невероятное, но перед этим я хотел бы вам сказать, тут как бы пожар случился, и Родион, твоя башня не выдержала этого. Ничего, я её буду сегодня реконструировать. Я тебе говорю, дерево не нужно, ребята тоже писали, что это плохая идея. Короче, ребят, сегодня мы с Родионом будем создавать карманные тотемы питомцев, карманных идолов, и они будут давать просто невероятные способности. Но перед этим, конечно же, подпишитесь на канал, если вы ещё не подписаны, ну и, конечно же, влепите лайк. Давайте, ребят, 12 лайков собираем, ребят, и этот учебный год просто пролетит за пару мгновений, правильно, Родион? Да. Короче, ребят, сегодня у нас подготовлено вот столько идолов, и поверьте, их способности вас реально удивят. Только я броню свою переодену, надену, ой, Родиончик, ты где вообще? Я тут вокруг территорию разведываю. А, я понял, ладно, иду домой, и будем создавать первого питомца. Для всех практически вот этих питомцев нам понадобятся комки глины. Всё-таки мы их лепить будем, так что, Родиончик, пойдём с тобой глину немножко надыбаем, и будет вообще по красоте. Поехали. Так, Родион, я там глину вижу, и я прям сейчас за ней поплыл, правда мой этот. Мегатрон 3000, ребят, вы написали в комментариях, что он у Тумки, а Тумки сейчас нету, короче, да, как приглашу его, надо будет у него отобрать. Так, 8 комочков глины нам хватит, Родион? У меня есть ещё 4 штуки. О, супер, супер, этого нам точно хватит. И также сейчас нам понадобится железная мотыга. И первый идол будет, это смерть. Смерть с косой, господи Иисуса. Да, Родион, это очень опасная игра. Так, берём 2 железных сли... А, у меня есть железка, окей, так, шо, да, ты мне скинул, ты ещё добыл. Нифига себе, красавчик. Уга. А я думал, Родион ничего не умеет. Ну ладно, всё, создаём мотыгу, и теперь при помощи комочка глины и мотыги мы создаём рипер идол. И вот он, вот он, уже таймер пошёл какой-то. Смотри, вот у меня есть в руке чубрик этот стоит. Ага. Ты умер. Да, потому что я как бы смерть с косой скрафтил. Зачем, правда, она нам нужна? Короче, возьми этого идола в руку, и будет прикол. И как, тебе нормально пока что? Да. Пока нормально, значит, пока с ним в руке, походи там. Скоро поймёшь, что он делает, скоро поймёшь. Ты меня убил. Я тебя не убивал, это идол тебя убил, наш карманный питомец. Но, ребят, как вы понимаете, этот питомец что-то этот решил нас, это, пранкануть как бы, да? А это значит, что он нам не подходит. Но при помощи пёрышка и комка глины мы сможем создать поистине крутого идола, поистине крутого питомца. Так что, Родион, нам перья нужны. Итак, я добыл, сейчас несу к тебе. Так, а шо это за табличка? Я люблю, ненавижу, у меня срывает крышу. Шо это, Родион? Я не знаю, вообще заметил, что их здесь много, смотри. Много? Безумно можно быть первым. Ага, вау, а ты и вправду садист. Ты ТикТока пересмотрел, что ли? Это не я, это плагин такой для Майнкрафта, значит. А, да, я пойду. Давай, пёрышки, о, ты два штучки даже принёс, красавчик. Так, короче, объединяем и получаем эстетик Флайт Идол. И когда он находится у нас в руках, мы получаем эффект левитации. И на самом деле это безумно круто. Это очень крутой питомец, смотри, Родион, я такой, всё, до свидания. И посмотри, с каким эффектом это происходит. Красота, правильно? Да, прикольно. Так, шо ты выбросил? Я хочу тебе дать, держи. Не, спасибо, спасибо. Я, пожалуй, полетаю. Просто посмотрите, ребят, Тони Старк отдыхает. Скрэйдж пришёл на смену, Скрэйдж левитерует. И это на самом деле безумно круто, только мне кажется падать потом больно будет. Надеюсь, ай, все ноги поломал. Ой-ой-ой, Родион, ноги поломал. На. Всё, отдели честь, быстро. Так, а ну-ка я попробую. А ну-ка давай. У-у-у, выглядит красиво. Ё-моё, ничего не видно. А как опуститься? Всё, да, ребят, на самом деле это безумно крутой карманный питомец. И здесь есть настолько крутые, что это вообще капец, да. Сейчас проверю, насколько высоко я смогу подняться. О-о-о, слушай, я могу при помощи ведра лавы и комка глины, знаешь, что сделать? Рассказывай. Я могу сделать чувачка, который будет призывать метеоритный дождь. И на самом деле это прям капец как круто. А, да, только мне кажется, это лучше не тестировать у нас дома, потому что мы можем его взорвать. Ну, как бы да. Так, я, это, в ад сбегаю, пожалуй, за водичкой. Так, а маленькие свинозомбики через твою портальную вот эту вот штуку защиту проходят. Так, мне бы сейчас питомец с левитацией не помешал. Хотя, стоп, у меня же есть вот такая вот палочка, Black Face Stick, при помощи которой я могу летать. Набираем ведра шкалавы и прямо сейчас отправляемся домой. Короче, ребят, при помощи комка глины мы создаем метеор идола. И мы просто обязаны его проверить. У нас здесь неподалеку как раз-таки есть деревня, которой мы там не пользуемся практически. Сейчас я при помощи своей волшебной палочки туда налечу и посмотрим, что это за фрукта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, что-то активировалось. Надеюсь, ничего сейчас не прилетит. Так, Родион, беги ко мне. Как ты видишь, у нас здесь что-то пипец, да, вот метеор идол. Лава тут была. Лава? Ой-ой-ой, Родион, Родион, начинается. О, и все. А, смотри, куда я смотрю. Допустим, я смотрю на вот этот вот блок и прямо сейчас... Ой, на тебя метеорит упал. Этот метеорит падает на враждебных мобов поблизости. Но и не только на мобов, на враждебных Родионов еще тоже. Ай, это было больно. Довольно-таки, кстати, неплохая пассивная защита. Эту штучку можно взять во вторую руку и просто она будет меня защищать. Вот, смотрите. Вот зомби, вот Родион. Родиону в глаз прилетел метеор. Неплохо, да? О, Родион. Ты чего наделал? Тут дома горят. Дома горят. Нормально все, ничего не горит. Палкой по лбу. Ба-бам. Ребят, это прям штука прикольная. Давайте ее уберем пока что. Потому что я... Че мы так весь Майнкрафт взорвем? Но эти карманные питомцы, ребят, они бесконечны. И их не нужно кормить. То есть в прошлом летсплее у нас были карманные питомцы, их нужно было кормить. Этих не надо. И да, ребят, я создавал пост в сообщество о том, стоит ли нам перестраивать дом. И вы сказали, да, Скрэч стоит. И совсем скоро мы с Родионом вне серии перестроим этот домик. Правильно, Родион? Да, мне кажется, будет красиво. Да, будет безумно круто. Кстати, ребят, мы еще Пикачу можем сделать. А от него вы просто офигеете. Мы можем сделать питомца, который будет призывать дождь. Буквально дождь, самый настоящий? Да, вот знаешь, шаманы там танцуют, прыгают такие. А тут у нас просто питомец будет, и он такой, здрасте, дождь не нужен. И сделает нам дождь. По-моему, вообще неплохо вполне. Да, будет прикольно, мне кажется, да. Так, Рейн, Идл, бабац, и он готов. Так, Родиончик, пойдем на улицу прогуляемся, посмотрим, что это за фрукт такой-то. Рейн, Идл, прямо сейчас идет таймер. Так, возможно, мне нужно на тебя смотреть. Ой, я из тела своего вышел. Ой, а что день наступил? Во, пошел дождь, смотри. Прикол. Приколдесно, да. То есть это просто питомец, при помощи которого идет дождь. Но, ребят, как только я его возьму новый раз в руку, дождь, по идее, должен остановиться. Ладно, Родион, дарю тебе этот подводный краник. Выглядит не очень он, как-то странно. Так, я не понял, теперь все время, что ли, будет идти дождь? Нет, если мы его в руках будем держать, то будет идти дождь. А мы не будем его в руках держать. Зачем нам это надо, правильно? Окей, я его тогда к остальным положу. Вау, я могу создать агро какого-то рейдж-идола при помощи комка глины и изумруда. Так, ну изумрудников у нас дофига, потому что у нас как бы бесконечная ферма изумрудов была. Комки глины у нас тоже есть, и у нас получается рейдж-идол. И как мы можем посмотреть, он агрит злых мобов друг на друга. Капец, а ну-ка, давай проверим. Так, вот скелетик у нас есть. Здравствуйте, братишечка. Я активирую рейдж-идола. И шо? Может это, может уйдешь? Пошел отсюда скелет. Так, лучше отправимся в шахту. Раз, два, три. Много мобов здесь, и я активирую рейдж-идол. И че произошло? Ой-ой-ой, вы видели, ребят? Че это было? Какой-то бракованный питомец. А что из тебя можно сделать? Вау, плеер рейдж-идол. Ааа, эта штука агрит всех, абсолютно всех мобов, которые находятся рядом, в каком-то радиусе. Ну такое себе. Я вот пикачу хочу сделать из золота, прикинь, Родион? Настоящего пикачу? Да, настоящего пикачу. Правда, у нас это золото заканчивается. Надо будет в шахту сгонять. Так, Родион, ты где? То есть, пикачу-идол. Ой-ой-ой, видал. Это молнию сделал Пикачу. Я смотрел на этого зомби. Офигеть! Ё-моё, пожар, Родион, тушим. Фу-фу-фу. Он просто защищает меня поблизости от мобов. Правда, у меня тут это, и голова подгорела, и всё подгорело, прикинь. Ой! Аааа! Зомби вообще расфигачил на раз-два. Ой, нет-нет-нет, умных жителей, мои ребятки, не умирайте, живите. Кстати, здесь есть ещё Sunstealer Idol. Он будет забирать свет у всех. То есть, допустим, я подхожу к мобам, и они становятся слепыми. Но, по сути, Родион тоже моб, и он тоже станет слепым. Иди сюда, Родиончик. Опа! Ну и что, всё нормально? Точно? Да, я всё вижу. А чё на тебя этот, эффект какой-то наложился? Я не знаю, мне кажется, это прикол какой-то. А какой эффект? Просто вокруг всё чёрного цвета стало. А, ну так ты слепой стал. Не, ну я-то всё вижу. Вот ты меня видишь? Я всё вижу, просто оно чёрное. Мысли? А ну подержи, я хочу посмотреть тоже. А, ну вот, это слепота, ты вдаль не видишь. Вот ты выйдешь, ты слепой наполовину, понял? Так, пойду атаковать пауков с этим теперь. Эй, я ничего не вижу, Родион! А, всё нормально, всё прошло, прошло. Мне на голову паук запрыгнул просто. Паук на голову? Смотри, я нашёл чекенизи, чекенизи, прикинь. Знаешь, что такое чекенизи? Что-то с курицей связанное. Да, он будет превращать всех существ, которые находятся рядом с нами, в курочек. Меня тоже? А давай проверим. Сейчас чекенизи тул заряжается. Чё? Ты реально курица? Где ты, ты курица? Нет, это не я. А где ты? Перед тобой стою. Нет, ты курица, Родион. А вы не хотите курочкой стать? Опа, всё, зомби стал курочкой. Так, а ну, Родион, давай поспим, может с утра, утро вечера мудренее как бы, да? Так, Родион, я тебя вижу, а чё у тебя куриная голова в руке делает? Смотри, преврати меня в курицу. О, Родион, смотри, видишь? Да, реально, ты с толкурочкой. Да, а я вот он перед тобой. Да, ты меня бьёшь. У меня точно такая же история была, курица просто рядом со мной бегала. Я тебя убил, не против, да? На меня теперь ножиные плиты не работают, я теперь призрак реальный какой-то. Я кнопки даже... А, нет, кнопки могу нажимать. Какие-то странные превращения эти ваши в куриц, это пипец просто. Больше курицей становиться не хочу. Вау, я нашёл какого-то экскаватора при помощи алмазной кирочки. Так, у меня это на шёлковое касание, это дорогая. Это пусть лежит здесь. Сейчас новую сделаем алмазную кирочку, ребят, и мы сможем создать автоматического шахтёра. То есть братишку, который будет ходить с нами и копать рядышком с нами. Главное его случайно в руку не взять, правда. Так вот, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ребята, ё-моё, посмотри, он просто уничтожает блоки по спирали рядом со мной. То есть я могу вот так вот спускаться даже без кирочки. Только потом как подниму... Ничего не вижу. Господи, что за викинг? Смотри, Родион, это я бегаю, и подо мной блоки разрушаются. Приколдэс. Приколдэс, ну да, приколдэ... Хочешь посмотреть? Не-не-не, не надо, я боюсь уже что-то пользоваться этим. Так, будем их складывать в этот сундучок от греха подальше, ребят, чтобы случайно не начать ими пользоваться, ну, некоторыми. Какой-какой сундучок? Я тут специально приготовил сундучок, чтобы складывать всё. Да. Самый крайний правый снизу. Я могу сделать бутерброд, который будет постоянно восполнять мой голод. Но, в принципе, у нас бесконечные лимонадики, и это нам не нужно. У-у-у. Поджигает всех, кто находится рядом. Для этого нам нужен огненный заряд. Сейчас сделаем. Так, огненный заряд готов, и теперь мы вкладываем его так и получаем демона. Господи. Кстати, я ещё что-то мог скрафтить из этих же ингредиентиков. А, я могу ещё бомбу сделать из точно таких же ингредиентов. Ладно, давайте сделаем. Так, выкладываем, крафт нажимаем, давайте бомбочку. И всё, Родион, я сделал двух новых питомцев, иди сюда. Ой, ребят, вот это уже не колхоз, вот это уже Родион красиво делает. Я ещё не доделал, там будет прям вообще супер круто. Прям вообще супер круто? Да. Обещаешь? Обещаю. Что случилось? Ты опять хочешь меня кинуть этой штукой, да? Стой, подожди, подожди. А ну-ка, какая-то интересная штука, бомба. А, я понял, Родион, пойдём, отойдём, пойдём, покажу. Ну, только на себе показывай, на мне не надо. Да не, не. Я со стороны посмотрю. Всё нормально, Родион, не переживай. А ну-ка, курица, смотри. Я активирую этого дьявола, и мы прямо сейчас сделаем себе жареную курочку. Просто вот бац, что-то мало, да? Надо, наверное, идти подальше. Да ща, ща, ща. Мощная курица попалась. Ладно. Так, Родиончик, вот есть бомб какой-то идол. И он делает что-то с тобой очень странное. Он, знаешь, он просто тебя порохом как-то обволакивает. Ааа, нет, я начал гореть. Теперь я слеп. Смотри, Родион, видишь ламу? Прикол. А чё он так подсвечиваться начало-то? Смотри, это значит, что она, типа, бомба активирована. Смотри, вон лама. Я такой, здрасте. Это лама-вампир. На тебя, может, нужно больше энергии, чтобы ты взорвался. Ага. Не, не хочет. Родион просто дымится, но не горит, не взрывается. Это потому, что я в воде просто. Ээээ. А не, нет. За что? Так, эндерменчик, здравствуйте. А не хотите ли вы взорваться? Посмотрим, посмотрим. Реально с одного удара взорвался, прикинь. Кстати, есть один очень крутой питомец, которого зовут Ангел. Но для него нужно или зачарованное золотое яблоко, или череп-визор скелетона. Это очень дорогой крафт, но этот чувачок будет давать нам бесконечную регенерацию второго уровня. Это значит, что, ну, как бы нужно будет в будущем сгонять черепов добыть. Потому что они нам очень понадобятся. О-о-о, я нашел воинственных свиней, Родион. И что они умеют делать? Они как бета, свиньи, и они воины. О-о-о. Так, жареная свинингочка готова. Это значит, что время создавать нового питомца. Это варпик, воинственная свинья. Так, Родион, ты где? Иди сюда. Что ты хочешь делать, скажи мне, я боюсь. Да ничего не хочу, смотри, смотришь? Воинственные свиньи в атаку. Блин, как больно бьется-то, все, хватит, уйди отсюда. Она еще очень быстрая. Ты видел, с какой скоростью она прибежала к тебе? Да, она до сих пор меня бьет еще. Это рокет-свинья. Я не могу ее убить даже. О-оте-еть. Слышь, они очень мощные. Это тоже штука, которой мы будем пользоваться очень часто. Мне, по крайней мере, эта свинка понравилась. Что, как к себе домой заходим? Не понял, вообще-то моя хата. О, смотри, помнишь идола, который дает нам левитацию? Вот эту взлетацию. Его можно улучшить. И для этого нам понадобится просто этот идол и глина. И знаешь, что из него получится? Давай, рассказывай. Буду левитировать не я, а все, кто рядом со мной. Так, пойдем на улицу, протестим. Так, здравствуйте. Я не могу. Я как бы вот это самое все. А ты все, да? А все, Родина, все. Смотри, здесь куча куриц. Я просто активирую эту штуку и прохожу мимо. И все, курицы отправились в полет. Вот, ё-моё. Прикол. А что ты не можешь еще этого лучника отправить? Вон, отправил. Красота. Он бегает. Это квадрокоптер с оружием. А что еще есть? Давай, рассказывай. Э, смотри, при помощи кожи и также вот этой вот штуки мы можем создать одно невероятное приспособление. Только кожа нужна. Так, может где-нибудь в сундучках есть? Я знаю, что... Что ты опять понастроил здесь? О, две кожи. Родиончик, ты готов? Да, давай, показывай. Я не знаю, кто получится. И... О, о, о. О, смотри, иди сюда, Родион. Не двигайся. А, так просто не получится. Да не двигайся, эта штука тебе питомца даст. А, это типа как будто лама плюется, я понял. Ничего не понял? Непонятно, зачем это надо? Так, короче, бесполезная какая-то лама. Ладно, положим ее сюда. И, ребят, осталось совсем немножечко тех, кого мы можем скрафтить. И как минимум мы скрафтим Beast Charm Idol. Для этого нам понадобится бирочка. Так, Родион, а что ты дверь не закрываешь? Специально, чтобы к нам гости сзади вошли. А, я так и подумал, Родион, я так и подумал. Родион, я помню, у тебя этот, бирка была. Можешь мне, пожалуйста, подарить? Да, есть одна. Так, получите, распишитесь. Получил, но расписываться не буду. А то сейчас подписи мои соберете, будете их потом использовать. Не надо нам такого. Так, бирочка, комочка. The Charmied, Critcher, Command, Baton. Ага, Command, Baton. Звучит хайпово, Command, Baton. Так. Да, очень неплохо звучит. Смотри, зомби есть? Есть. Еще что-то будет? О, высасывание жизней. О, они полюбили друг друга. А ну, пошли отсюда. Они любят друг друга, смотри. И все, они больше не дерутся. Да, они теперь дружелюбные. Но если я уберу эту штуку, они через какое-то время вновь станут злыми. Но это не точно. Все, это наши друзья теперь навеки вечные. И ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить эту безумно крутую серию. И если она вам понравилась, то обязательно влепите лайк и напишите, какой из этих питомцев вам понравился больше всего. Ну, а с вами были Родион и Скрэйч. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока.